На финишной прямой комиссия назвала именно двух кандидатов, из которых депутаты выберут мэра Благовещенска. Закон в действии. Поправки в правила дорожного движения помогают Благовещенску избавляться от автомобильных пробок. Лучшие из лучших. Хореографический ансамбль «Ровесники» привез 11 наград с Кипрского фестиваля. Победителей поздравила Валентина Калита. Об этом и не только вы узнаете прямо сейчас. В эфире новости информационной программы «Город». В студии для вас работает Наталья Бернацкая. Здравствуйте. Исполняющая обязанности мэра Благовещенска Валентина Калита и первый заместитель руководителя администрации Белогорского района Марк Герасимов. Депутаты городской думы будут выбирать Благовещенского градоначальника из двух кандидатов. Напомним, накануне своей планы развития города конкурсной комиссии представили три претендента. Однако бывший директор по сбытовой деятельности АКС Сергей Лештаев второй этап выборов преодолеть не смог. 23 июля на очередном заседании думы народные избранники тайным голосованием будут выбирать мэра Благовещенска из двух кандидатов. Продолжаем выпуск. Для автомобилистов открыли перекресток улиц Зейская и Театральная. На участке закончили восстанавливать асфальтобетонное покрытие. Зейскую от Чайковского до Кузнечной заасфальтировали в рамках реконструкции канализационного коллектора. До конца недели здесь нанесут дорожную разметку. Помимо укладки асфальта рабочие провели благоустройство. Установили бордюрный камень, уложили тротуар плиткой, обустроили парковки и автобусные остановки. А уже с завтрашнего дня на две недели перекроют перекресток улиц Зейская и Лозо. Здесь также проведут реконструкцию сетей, асфальтирование дороги и благоустройство территории. Завтра в домах на улице Партизанская отключат водоснабжение. С 8 часов утра горячий душ не смогут принять все, кто живет между Лениной и Амурской. Отключение связано с ремонтными работами. Они ведутся в рамках реконструкции канализационного коллектора. Специалисты обещают свести неудобства горожан к минимуму. Вода вернется в краны в максимально короткие сроки – уже через сутки утром 17 июля. Проживающим в указанном районе рекомендуют запастись водой. Набережная Благовещенска накануне осталась без света. На ее участке в районе Артиллерийской произошло короткое замыкание на одном из фонарных столбов. На место вызвали пожарных, которые засыпали горевшие провода песком. Электрикам, в свою очередь, пришлось обесточить сети. Без света остался участок улицы Краснофлотской от Артиллерийской до Батарейной. Специалисты ГСТК приступили к устранению неполадок с самого утра. Опасности для жителей, уверяют городские службы, нет. Предварительная причина – это нарушение при строительстве линии наружного освещения. Бригада продолжает работу сегодня. Я думаю, к завтрашнему дню участок улицы Набережная от Артиллерийской до улицы Батарейной будет в ночное время работать. В районе сквера мира молодежь мешает спать жителям соседних домов. Речь уже идет не просто об элементарных правилах приличия, а об уважении к памяти павших воинов. Подробнее о сквере воинов-интернационалистов, который стал горячей точкой, Кристина Добровольская. Сквер воинов-интернационалистов. На первый взгляд уголок спокойствия и умиротворения. Мамы с колясками – радостная ребятня. Однако есть у парка и оборотная сторона. Ее следы видны повсюду. Встречаются и те, кто их оставляет. Причем даже днем. А ночью, рассказывает житель дома по соседству Аллан Сеноев, сквер и вовсе живет другой жизнью. Где-нибудь в пятом часу, в четыре, в пять, в начале шестого, молодежь, наверное, после клубов, после вечеринок, приезжают сюда или возле парка встают, или тут где-нибудь прямо на территории парка. С машинами включают громко музыку, открывают двери, пьют пиво, танцуют. Возмущает жители и то, что молодежь катается на машинах прямо по площади у памятника воинам-интернационалистам. Ведь, по сути, святое место. Раньше здесь были патрули Союза ветеранов Афганистана. Одного мотоциклиста даже поймали. Но закон не позволяет афганцам подменять собой полицию. Вот и приходится им все больше говорить о просветительской деятельности в этом вопросе. Молодые люди просто, вот их же не учат ничему нормальному, к сожалению, да. И вот он оказался не такой уж, как говорится, и оторви и выбрось, да. Он нормальный, в принципе, человек. Его бы научили, рассказали и объяснили, что и как. Вот это вот по этой аллее бы его провели и показали бы, сказали бы, для чего и кому она, кому посвящена. Он бы этого никогда не сделал. Потом он говорит, давайте я буду охранять тоже. Если объяснение не помогает и компания продолжает шуметь, звоните в полицию. Стоять у сквера всю ночь патруль не может, а вот по звонку прибудет обязательно, заверяют ВВД. И тогда нарушителей ждет не только штраф, но и, возможно, 15 суток ареста. Кристина Добровольская, Александр Матвеев, программа «Город». Пешеходов и велосипедистов в наушниках предлагают наказывать рублем. С такой инициативой выступили общественники. Направлена она прежде всего на повышение безопасности тех, кто лишает себя возможности слышать приближающийся автомобиль или сигнал клаксона. И, соответственно, доставляет неприятности водителям машин. Поэтому за нахождение в наушниках на проезжей части или железнодорожном переезде участников движения предлагается штрафовать на 3000 рублей. Если предложение наберет 100 тысяч голосов, то аналогичный проект может дойти до Государственной Думы. А вот те решения, которые парламент страны утвердил, уже в действии. В Благовещенске заведено первое уголовное дело на повторное вождение в нетрезвом виде. 23-летнему Благовещенцу грозит два года лишения свободы. Напомним, поправки в закон вступили в силу 1 июля. С этого же времени поменялись и правила оформления ДТП. Есть ли положительный эффект от нововведений, узнавал наш корреспондент. Если раньше за оставление места ДТП можно было лишиться прав, то теперь уезжать, не дожидаясь ГАИ, можно. А в большинстве случаев даже нужно, чтобы не мешать другим ехать по дороге. Иначе штраф 1000 рублей с каждого водителя, который не оформит ДТП по так называемому европротоколу. Раньше водители в силу законов из-за одной царапины вынуждены были часами ждать сотрудников ГИБДД. Теперь все иначе. Достаточно оформить документ и в путь. Правда, сделать это закон позволяет при ряде условий. Если у участников аварии двое, нет пострадавших, есть полисы ОСАГО и ущерб до 50 тысяч рублей. Зато вариантов, как это сделать, дает несколько. Если у водителя нет разногласий, кто виновник ДТП, они могут поступить следующим образом. Оформить документы о ДТП в ближайшем отделении полиции, либо на посту. Также второй вариант – это оформить европротокол. Это второй вариант. И третий вариант – если у водителя нет никаких разногласий и вред причинен только транспортным средствам участников ДТП, они могут договориться между собой и не вызывать сотрудников полиции. Европротокол – бумага несложная, говорят страховщики. Всего 15 пунктов сведения о машине. Главное – не ошибиться, заполняя его и рисуя схему ДТП, иначе могут возникнуть проблемы с выплатой. Важна и оценка ущерба. Ведь как оценишь, так и получишь. Впрочем, нельзя сказать, что эти моменты особо пугают благовещенских автомобилистов. По словам страховщиков, европротоколы становятся обычным делом в их работе. Новые правила сегодня оценили все. Госавтоинспекторы получили возможность не отвлекать заниматься серьезными ДТП. Страховщики – поток клиентов. Ну а сами автомобилисты теперь избавлены от долгого ожидания экипажа ГИБДД, а город – от нервного стояния в пробках. Анжелика Павлова, Михаил Величкин, программа «Город». Руководители фирм смогут следить за каждым шагом подчиненных. В Нижнем Новгороде изобрели браслет, контролирующий поведение работников в режиме онлайн. Гаджет фиксирует не только время пребывания служащего на рабочем месте, но и интенсивность его труда. По словам изобретателей, умный браслет будет стимулировать работников к качественному выполнению своих обязанностей. Так, в Нижегородской фирме по уборке помещений, где проходил проверку гаджет, эксперты наблюдали рост производительности труда. К слову, рассчитывать заработную плату изобретатели гаджета предлагают также согласно показаниям прибора. Между тем, далеко не все оценили изобретение. Браслет, фиксирующий интенсивность работы, нарушает конституционные права сотрудников. Так считают представители независимых профсоюзов. Что думают об умном приборе и рядовые благовещенцы, мы спросили у них самих. Блиц-опрос в программе «Город». Я согласна с этим. Потому что я работала на производстве, знаю, что такое, когда некоторые филонят. Поэтому эффективность труда, я думаю, будет учитываться, все будет здорово. Бывает, что человек отпросился, так, неофициального начальника. А чтоб отдел кадров как бы не знал. Но это получается тотальная слежка за человеком, и это пока еще у нас по конституции невозможно. Ну, конечно, если бы это прямо в законе где-то написано было бы, я бы, конечно, одела бы этот браслет. Ну, а если это придумал кто-то свыше, там просто, знаете, от балды, так можно сказать. Нет, я бы не согласилась. Это лишнее какое-то нововведение, и его хотят испытать на простых рабочих. Пусть одевают нашим депутатам, нашим всем остальным. Сейчас врачи не очень любят свою работу, и за ними, я думаю, следует проследить. Я работаю бухгалтером. За меня мою работу никто не сделает. Если я работаю интенсивно, значит, я возьму домой, буду это делать дома. Вот и все. Может быть, если кто-то провинился или постоянно ксипорит, то для таких, но каждому смысла нет. Некоторым, может быть, и нужно. А в общем-то люди у нас все сознательные, кто работает, дорожат своим рабочим местом. Я думаю, что, ну, смотрение, если только пробный вариант. Возьми питомца, получи скидку на корм. Такую необычную акцию организовал приют для животных «Остров спасения». Дисконт на покупку действует в любом зоомагазине города. У нас вот есть купон на скидку с 13 июля по 13 августа. Проходит у нас вот акция вот такая вот. Если здесь берут щенков или котят, то, значит, на любую продукцию у нас идет скидка 10%. Для того, чтобы получить скидку, достаточно предъявить купон в зоомагазине. Действует бонус на любую продукцию, однако от конкретного производителя. Тем не менее, с начала проведения акции из «Острова спасения» забрали более двух десятков маленьких питомцев. Впрочем, в приюте говорят, в добрые руки с удовольствием отдадут и взрослых животных. Сегодня здесь обитают около 200 кошек и собак. И к другим темам. Хореографический ансамбль «Ровесники» признали лучшим на юбилейном 20-м международном фольклорном фестивале. Он проходил на Северном Кипре. Благовещенский коллектив был единственным, кто представлял Россию. Сегодня с победой их поздравила исполняющая обязанности мэра Благовещенского Валентина Калита. Коллектив привез в фестивале 11 кубков. Кроме главного приза первого места, ровесники стали лучшими и получили призы в номинациях «Лучшее представление», «Приз зрительских симпатий» и «Лучшая танцовщица». Как они сегодня сами рассказывали. И мы спели гимн России, чтобы поднять себе настроение, чтобы понимать, что за нами целая страна. Я думаю, это дорогого стоит. И это не обсуждается и не комментируется. Я думаю, это воспитание, это тот дух, которым напитан был всегда ровесник. В 20-м фестивале культуры на Северном Кипре приняли участие коллективы из 8 стран – России, Турции, Македонии, Мексики, Киргизии, Кипра, Индии и Грузии. На открытии присутствовал президент Кипра. Он дал высокую оценку Благовещенскому коллективу, а также пригласил ансамбль на фестиваль в следующем году. И когда вот те говорят уже в Турции второе место, и ты понимаешь, что единственное, кто может найти первое место, это прежде всего Россия. Ты уже просто стоишь и волнуешься, что не сглазить, чтобы именно Россия. И когда уже объявляют Россию, ты просто весь день, который ты на нервах сидишь, ты просто взрываешься от этого восторга, восхищения. От того, что Россия заняла первое место, ты не опозорил страну, ты все сделал правильно. В Благовещенск прибыла китайская делегация из футбольных школ Пекина и Хэйхэ. Поиграть с воспитанниками Благовещенского футбола приехали 43 ребенка. Вместе с ними 20 взрослых – родители и преподаватели. Соревнования пройдут на стадионе «Спартак». Но свой первый день в России гости провели в загородном лагере «Колосок», где не только погоняли мяч, но и поучаствовали в концерте, посвященном закрытию лагерной смены. Смотрим. Сегодня к нам приехали, получается, китайские футболисты. Очень хорошо себя показали в футболе. Мне очень понравилось, но наши выиграли, но мы все равно со всех болели. Очень рада. Мы их выселили, показали наш лагерь во всей красе, старались показать все. Чтобы нашим друзьям было интересно, нашим заграничным друзьям смотреть на наш лагерь, на наш «Колосок», мы подобрали самые лучшие номера, которые вы можете сейчас видеть. Я в России впервые и первый раз участвую в таком концерте. Но номер свой готовил заранее для наших русских друзей, которые очень хорошо меня приняли. Я очень рад, что им понравилась моя программа. Я учусь играть на детали всего один год. Эту мелодию разучивала три месяца. Она народная и очень известна у нас в Китае. Череда городских новостей подошла к концу. Я с вами прощаюсь и напоминаю, небесполезная информация всегда доступна на сайте tvgorod.ru. Звонки принимаем по номеру 524202. Приятного вечера. Смотрите нас снова. Завтра в четверг 16 июля в Благовещенске утром 22 градуса тепла. Ясно. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Днем температура значительно прибавит до плюс 28. Направление ветра не изменится, а вот сила уменьшится до 1 метра в секунду. Небо останется ясным. Вечером температура снизится до 21 градуса. А ветер переменится. Южный 1 метр в секунду. Ночью ясно. Плюс 17.